Так, пацаны, короче, мы подкинули тест ради интереса, посмотреть, как они светят, щас вы офигеете, щас вы офигеете, это, хе-хе-хе, это чё, ксенон, что ли, в поворотниках ксенона, офигеть он долбит, вообще, это жёстко, пацаны, вот это я понимаю, нормальные американки, они ваши эти, блин, оранжевые. Так, пацаны, я всех приветствую на своём канале, с вами, как всегда, Сергей Резниченко, и сегодня такое у нас будет лёгкое видео, хотели поставить американки, ДХО, собственно говоря, но не простое, на ютюбе я не нашёл таких, вот, и, собственно, хотел бы вам это всё рассказать. Собственно, приобрели такие вот лампочки, да, то есть, они у нас оранжевые и белые, плюс у нас ещё и блок, то есть, здесь стабилизатор, чтобы всё, ну, не сгорело ничего. Так, объясняю, короче, пацаны, как это всё будет работать, то есть, у нас вставляются вот сюда, в поворотники, да, туда-туда, эти лампочки, они будут светить, как американки, то есть, ярко-белым, ярко-белым, но, когда вы будете включать поворот, они будут, ну, отключаться, короче, и включаться оранжевый. Но, вечером, допустим, очень ярко они будут светить, ну, сейчас вы дальше увидите, как они будут светить, я уже смотрел, там, жёстко, конечно, светит. Вот, допустим, включайте габариты, они на 50% уже, ну, короче, темнеют, вот, чтобы не, ну, не светило вас там, по ночью. Вы же мне за токару писали, пацаны, то, что говорили, Серёга, ты поставил эти LED-лампы, и всё, и хана всех будет слепить, но, на самом-то деле, у нас не отрегулированные фары, они вниз более смотрят, поэтому никого мы не слепили. А, кстати, все запчасти я беру на Lada AutoZap, поэтому можете зайти по ссылке внизу, вот, все запчасти приобретают там. Заказали большую посылку, и дальше мы будем всё это устанавливать. Так что давайте вам распакую, я с одной, одной рукой снимаю, одной рукой распаковываю, просто посмотрите. Стоило оно недорого, короче, это такая пробная версия, я же говорю, сейчас мы посмотрим, как оно будет светить. Так, короче, пацаны, сейчас, сейчас, сейчас. Так, вот так всё выглядит у нас в упаковке, когда откроете. Вот, и сейчас, короче, всё будем ставить, и я вам всё подробно покажу, как и куда подключить. Но должно получиться интересно. Таких американок я ещё лично не видел. Ярко-белые. Не знаю, понравится вам или нет, но напишите в комментариях, это вот обязательно. Так, пацаны, отдельно у нас лампы брались, и отдельно блок. Соответственно, вот, собственно, вот эти штекеры подсоединяйте вот сюда. Мы уже примерили приблизительно, то есть, примерно в этом месте уже будет установлено, и провода вполне хватает прям идеально вот досюда. Так, вот отсюда взяли первую часть, да, так, один этот светодиод. Все провода подключили. Сейчас будем снимать штатную лампочку с поворота. Где там, не видно там. Ну, короче, найдёте, блин, я думаю, там ничего сложного вы... Ага, вот она, вот здесь. Да, сейчас она выскочит. Вот, а теперь вот этот цоколь вставляем туда, где была лампочка. Цоколя одинаковые. Так, цоколь на месте. Дальше у нас LED-лампа. Ну, это уж в поворотник туда. Там ещё не видно. Теперь надо попасть, да. Ещё показать, ага. Ё-моё, как я камерой покажу? Короче, в поворотник надо запихнуть. Шутка. Так, она уже в поворотнике. Вот она, да. Вот она вот тут уже стоит. Так, это хорошо. Это хорошо. Теперь это надо всё разместить красиво, я так думаю, да? Угу. Сейчас. Пушка-гонка, короче, намечается. Конечно, на новых фарах красиво-то будет. Ага, а что это такое красное? Турбо. Турбо. Просто был этот общий плюсовой. Ну, понятно. Так, короче, здесь поставили. Здесь по аналогии поставили. Вот раз провод. И вот два провод. Мы его, короче, отрезали, а было вот так вот. Здесь на постоянку было как бы плюсовой провод. А здесь решили подключить их в блок управления. Чтоб вообще было бомбезно. Чтоб всё двигалось, моргало красиво. Так, что сейчас, короче, дальше зацените. Так, я вообще... Что здесь происходит? Так, из этого блока. Объясняю. Идём дальше. Идём, идём, идём. Оп! Короче, каждую сторону теперь подключаем вот сюда. О, здесь у нас штекерочки. Здесь пошли какие-то, блин, я не знаю, оплётки. Змейные оплётки. Как семёрку разбирать? Только чуть попроще, наверное. О, сейчас, короче, в каждую эту левую-правую будем. Ставить будем сейчас. Короче, сейчас ещё подробнее расскажу. Будете писать мне в личку. Сейчас ещё подробнее всё будет. Надо тесты для начала всё подсоединить. Подсоединить, посмотрим и дальше расскажем. Так, пацаны, короче, мы подкинули тест ради интереса. Посмотреть, как они светят. Сейчас вы офигеете. Сейчас вы офигеете. Это... Это чё, ксенон, что ли? В поворотниках ксенона? Офигеть он долбит вообще! Это жёстко, пацаны. Вот это, я понимаю, нормальные американки. Они ваши эти, блин, оранжевые. Что это такое? Это ещё без оранжевых. Оранжевые вообще тогда ещё жёстче будут. Офигеть! Как будто ксенон в поворотниках. Вы такое хоть раз видели? Я нет. Ё-о-о-о! Вот это аварийная. Блин, здесь какая-то это, цветомузыка, я тебе говорю. И это, я считаю, что это далеко не колхоз. Все оранжевые делают. Офигеть, он яркий, пацаны. Три часа дня. Это чё-то... И одновременно, кстати, с Lexus поворотником. Многие подключают Lexus поворотник в разнобой. Это в разнобой, короче. И всё жёстко. Короче, это тест у нас. Офигеть! Я теперь понимаю, почему ночью там на 50%, когда габариты подключаете, он притухает. Но это, пацаны, жёстко, жёстко. Офигеть, смотри. Штанину подсвечивает, как фонарь. Блин, можно дома уроки делать с ним. Так, пацаны, день второй. У нас уже минус 10. В тот день мы не успели сделать. Там некоторые моменты были, нюансы. В общем, всё подключили. Сейчас вам покажем. Открываем. Так, здесь ничего не видно. Поставили ли реле? Реле поставили для того, чтобы всё было по фэншую. Они вот работают. То есть в ночное время надо включить габариты. Дхо должно отключаться. Вот для этого поставили реле. Вот и всё. Давай включу. Короче, они освещать не будут так постоянно гореть. Когда включаете... Они только днём горят. Да, днём. То есть как положено, по ГОСТу всё. Когда, допустим, там включаете просто габариты, они тухнут. Сейчас заведём, посмотрите. Оп, они загорелись. Вот. Так, загорелись. То есть вот работают повороты, да? Давай, поворот. Ну, давай этот. Оп. Этот работает одновременно. Ну, ты подожди, я аж... Ага. Вот. Это горит просто. А это вот с поворотником. Вместе с тем. Так. Так, так. Так. Ходовые выключаются. Дхо. А включается чисто аморит. Так, а ну включи ходовые. Оп. Они тухнут, пацаны. Вот, габариты все горят. А эти не горят. Вот это чудеса. Так, сейчас выключаем габариты. Оп, загорелись. Его просто так особо не видно. Ну, в общем, как-то так. Ну, всё, глуши. Так, в общем, пацаны, вот такая вот интересная штука. Американки двухрежимные. Блин, на самом-то деле очень холодно. Минус 10. Во дворе так фигачить. Вот. Надеюсь, то, что вам интересно было. Обязательно напишите в комментариях, как вам такой вариант. До этого ставили кнопку. Посмотрите, тоже в предыдущих сериях кнопку на десятку. Дальше будем делать бесключевой доступ. И люкс стеклоподъемники ещё будем ставить. В общем, как-то так. Я думаю, всё подробно рассказали. Если будут вопросы, пишите в комментариях. И пишите мне ВКонтакт, допустим. Там пообщаемся, в принципе. Вообще проблем нет. А Жига, короче, пацаны, всё. Всё, в разбор ушла. Сейчас открою. Ох ты ж, блин, скользко, блин. Всё, музыки нет. Ничего нет. Вот так вот. Эти уже перетянули. Эту будем сегодня перетягивать. Так что Жига тоже скоро уйдёт. Всё, пацаны, с вами был, как всегда, Сергей Резниченко. Подписывайтесь на канал. Десятка будет всё больше и больше преображаться и делать интересные вещи. На это закосы хочу сделать. То, что на всякие такие приколюшки. Не понравится, уберём как бы. Это всегда можно сделать. Но вот такое двухрежимное интересно очень выглядит. Так что, пацаны, пишите обязательно в комментариях. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.